Весы с российским сердцем. Чуть больше 30 лет на территории городского округа Люберцы разрабатывают и производят высоизмерительную технику. Продукцию предприятия из Краскова используют отечественные промышленные гиганты, сельхозпредприятия, производители продуктов питания. На предприятии побывали куратор Цур Люберец, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков и глава городского округа Владимир Ружицкий. Знакомство Романа Терешкова с предприятием началось с презентации производства. Первые тензодатчики для электронных весов на этом предприятии выпустили в 1989 году. Сейчас в год здесь выпускают больше 40 тысяч тензодатчиков и 3 тысяч различных весов. Это собственная разработка предприятия – автоматическая система весового контроля. Ее устанавливают на автомобильных дорогах. Датчики фиксируют вес транспортного средства. Если он превышает допустимое значение, владельцу приходит штраф. Обмануть систему не получится. Она срабатывает, даже если автомобиль едет со скоростью 2 км в час. Специалисты «Тенза-М» продолжают ее совершенствовать. Сейчас система может зафиксировать вес и на самой минимальной скорости – до 1 км в час. Этого нет ни у одного из российских или зарубежных производителей. Минимальная скорость у всех 5 км в час. Поэтому водители ездят практически со скоростью пешехода. И система не может их фиксировать. Мы уже фиксируем, но теперь надо завершить сертификацию, чтобы то, что мы фиксируем физически, можно было бы и зафиксировать юридически. От изготовления чувствительных танцодатчиков до непосредственно самих весов. Продукцию, сделанную в Краскове, применяют в сельском хозяйстве, в промышленности и в спорте. Специально к Олимпиаде в Сочи были выпущены весы для взвешивания спортивного инвентаря. И это тоже продемонстрировали министру спорта Московской области. Хочется, чтобы эта продукция получила широкое применение. И во всех субъектах Российской Федерации происходил весовой контроль подвижных составов, для того, чтобы меньше разбивалось и дорожное полотно, и менее денег тратилось на его восстановление. Конечно же, вот здесь, та продукция, которая производится, она в помощи дорожникам. Во время визита на предприятие Роман Терешков пообщался с коллективом и ответил на вопросы, после чего вручил сотрудникам предприятия благодарности за пропаганду здорового образа жизни.